Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 27 выпуск 5 сезона «Пути с 1» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске в лесу забрал образец крови для терапевта по квесту «Врачебная тайна. Часть 3». Закрыл квест «Врачебная тайна. Часть 4», так как навык здоровья был уже 4 уровня. За 400 тысяч рублей закрыл квест «В здоровом теле. Здоровый дух». На ночном заводе заложил порох по квесту «Врачебная тайна. Часть 5». Нашёл генераторы на берегу по квесту «Путёвка в санаторий. Часть 4». Забрал фотоальбом егеря по квесту «Ностальгия» и передал две ключ-карты доступа в лабораторию егерю по квесту «Рыбное место». Выпуск поддержали финансово Денис Денис, Илья Лето, Тарков Мэн, Клаевич, Аноним, Макс, Стефан, Блокиукас, Димпл, Бонник Форевер и Лен. Вот это, вот это. Спасибо за бешеную поддержку и закрытые комиссии. Вы очень добры ко мне. Будьте здоровы. Илья, с наступившим днём рождения. Всех благ, братец. Маршруты с картами довольно топорно сделаны. Я хотел немного иначе, но вроде и так вполне сносно получилось. За гайды пока не хочу браться, так как гайды в Таркове часто теряют актуальность и довольно быстро. Спасибо большое ещё раз, уважаемые, за доброе слово и за щедрость. Всем приятного просмотра. Так, нафиг. В общем, в убежище у меня уже готов тир к установке второго уровня. Щедо ещё. И разведцентр второго уровня у меня готов к установке. Здесь я могу варить теперь флешки, которые я уже сдал по квестам. Естественно, карточки. Но пока ничего интересного. Тут надо третий уровень по-хорошему открывать. В санузле я варил себе кейс для магазинов. У меня были израсходованы две канистры синие. Докупил там балтики, гаечки. Есть теперь кейс для магазинов. И уже сварилась флисовая ткань. Одна штука. Мне нужна сегодня по дейлику для, знаете кого, для барахольщика. Нужна. У него есть дейли задача. Принести флисовую ткань. Сварил. Принёс. Забрал дополнительную награду в виде опыта, денег немножко и туда-сюда. Значит, сегодня в планах у меня путёвка в санаторий часть пятая. Мне необходимо найти ключ от закрытых помещений. Санатория. Это раз на берегу то, что мне нужно. И для лыжника у меня остался всего один предмет по ленд-лизу части первой. Этот контроль арматора на берегу находится возле антенны, недалеко от Чупа-Чупса. Вот. Его если я вынесу и закрою этот квест, то у меня будет тридцатый уровень персонажа. А тридцатый уровень персонажа откроет мне лояльность у механика третьего уровня, что позволит заняться квестами оружейник. Часть одиннадцатую сегодня, по крайней мере, планирую тоже выполнить. С трофейным калашиком решил я сегодня пойти. Тут кое-что переставил, добавил, как мне удобно больше, да? И вот, в общем-то, с автоматом с таким мы пойдём сегодня гулять. Неглушённый, кстати. Блин, на переходе на маяк, да? Ну, не самый удобный, конечно, спавн. Мне, скорее всего, придётся столкнуться с ЧВК, которые, возможно, будут этих снайперов стрелять. Но, по крайней мере, буду пытаться придерживаться следующего маршрута. Дохожу до перехода через канал, через ручей. Забираю там в бункере ключ. И вдоль края карты постараюсь добраться до ленд-лизовского предмета и выйти на дороге на таможню. Таков мой замысел будет. Что из этого получится, сейчас глянем. Дорога на таможню, же до мост, говорит. Наверное, сильно так лутаться прям не буду. Да, наверное, вообще не буду лутаться. Там пару-тройку тайников мы по пути ещё вскроем, в любом случае. А так, чтобы ходить, там где-то лут собирать. Целенаправленно за ним ходить не будем. Так, давай, наверное, по краю карты вот здесь, чтобы хотя бы кусты и зелень всякая меня... Всё равно видно меня. Так, вот то, что я не глушён, и мне придётся, скорее всего, пошуметь, чтобы снайперов с крыши, да, ой, с этой, с камня снять со скалы. Могу привлечь не особо нужное приятное внимание. Контингенты, которые на той стороне будут спавниться и, скорее всего, в район лазурки бежать. Вот тут у нас тайник. В общем, смотри, там где-то недалеко, если кто спавнится, то могут снайперов посмотреть в эту сторону, перебегать по своим каким-то делам. Я так делал время от времени. Так что, быть правильным, наверное, вкинуться вазиком. При медицинной, мать я. И попробовать проскочить в наглую. Так, бункер, который мне нужен, в нём на стульчике лежит ключ квестовый. Готово. Какая-то всякая ерундистика попадается. Ладно. Ничего тратного. Вроде никого. Вот так вот. Тишина. Это норм. Тишина. Пойдёт. О, ну вот, хоть что-то интересное. Всё, дальше по нубу тропинки вдоль края карты. Как и планировал, пойду. До тайника возле ЖД, который. Там поднимусь наверх. На антенне. Гляну тайничок. Спущусь за Ленд-Лизовским. И на дорогу на таможню. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Твою мать. Кто-то в спину там снайпер какой-то. Блин. Надо в низине потеряться. Где-то со скал, что ли, он стрелял. Хотя нет, вроде пули ровно летели. Судя по всему, он где-то внизу тоже. Блин. Бежишь, бежишь, смотришь. Вроде в оба. Ну, мне надо как-то смещаться туда. Мне надо Ленд-Лизовский предмет забрать. Надо было туда, наверное, за сопку, да? Ладно, нормально. Пока в наглую просто буду бежать. Наверное. Тайник тогда смотреть уже не буду. Наверх подниматься, да? Паливание создавать. Будет ли он меня преследовать? Скорее всего. Нет. Так. А где это? Ящик-то. Вот он. Ага, вон он. Вот ты гадя. Преследует. Зараза такой. Зараза такой. Сверху ему там хорошо, все видно. Ё-моё, у меня стамины не хватит добежать, наверное, да, до низины? Ай, братья мои. Не, это бесполезно с ним воевать. Вот так вот. Я не думал, что он будет меня преследовать прям до талого. Что-то он прям включился за мной, да? Ну, что-то как-то самое, да, досадно, досадно. Уже вроде бы и предметы все забрал там. Доставалось-то немного всего до выхода. Но все-таки не отпустило он меня. Так, возьмем, значит, с собой теперь UMP. С UMP-ком прогуляемся. Есть у меня еще что одевать, что обувать. И, в принципе, оружие еще куча целая. Так что ничего страшного, что слились. Затрат, можно сказать, не будет. Так, погнали еще раз на бережок. Еще раз за ЧВК. И то же самое, в принципе, ленд-лизовский предмет. И ключ, который в бункере нужно будет забрать. Ну, опять же, я на той самой стороне, только под другим соусом. Получается, получается. Ну, что, то же самое тропинка. То же самое буду исполнять. В принципе, я подозревал, что на том маршруте, который я прокладывал. Да и сейчас, в принципе, по которому мне придется идти. Я подозревал, что где-то там что-то будет происходить. Это очевидно. Так что ничего удивительного. Сейчас по левую сторону. Ближе к краю карты, короче, добегу. И по тому же самому маршруту, в принципе. Двигаемся. Теперь, правда, спаун слева, который с перехода на маяк. Еще может быть. Но пока вроде тишина, и никого не видать. Никого не видать, благодать. Да, уже пробежали бы, если там был спаун, скорее всего. Задерживаться негде. Пару ящиков эти. Опять всяких лутанул, да и пошел дальше, да? Ну, вроде как спины нет. В спину никто не дышит, вроде. Поехали в бункер. Опа. Опа. Сервер обновляется, говорит. Зар, мне сейчас все щеманутся на выход. Ну, так-то мне времени, в принципе, предостаточно, чтобы сделать свои дела. Забрать два предмета и выйти с локации. Ну, учитывая, что сейчас все побегут на выход. Опять весело будет, да? Если еще и кратчайшим путем пойдут, то это стопудово через эту штуку будут переходить через этот бункер. Блин. Давай, бейсболом жахнемся. Нет, он на меня не обращает внимания. Пусть я, короче, до последнего не буду убивать его. Может, он кого-то там обнаружит. Инфу даст. А когда тут тайник-то был? Как-то зло в тайниках мусор всякий. Вроде один он там на скале, да? А, он про меня уже. Ты гаденыш. Закопался, да, как пьяный, да радио. И как ветром сдуло. Так, забираем ключ. Докидываю патроны. Ну и 7 минут с половиной, чтобы добежать до дороги до таможни. До таможни. Этого достаточно, я думаю. Блин, он мне сейчас в спину будет мозги парить. Вот это вот меня не устраивает. Ага, конечно. Тихо, тихо, тихо. Всё. Зараза, такое. Нормалёк. Живой. Ещё пока живой. Прям на самой открытой поляне сейчас будем идти, да? Ну и ладно. Да то же самое, в общем, буду исполнять. Посмотрю тут тайник. И прямиком вдоль карты, вдоль края карты, точнее. До железной дороги там тоже тайничок посмотреть можно будет. Также под антенну. И всё. Забираем ленд-лисы домой. Ничего интересного в тайниках. Ладно, понеслась. Времени-то не так уж и много. Три минуты осталось. Всё. Две минуты осталось. Чё-то да нафиг этот тайник. Блин, ну там, если засранец какой в кустах сидит. Это же ГГ, да? Ну, вряд ли, что две с половиной минуты осталось до конца. Да чё он там в кустах будет делать, да? Да. 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 Капец какой-то неждан с этим, да, перед запуском серверов. Две минуты осталось. Ё-моё, надо успеть постараться. Там же ещё дикари будут газовать сто процентов на выходе. Как назло, по закону подлости. Всё, забираем ленд-лизовский. И прямиком до дому, до хаты. Где-то примерно там, короче, выход. Блин, полторы минуты. Надо же. Вот это экстрим. С одного конца карты до другого, блин, добежать за 10 минут. Едва ли возможно, да? А я ещё и по тайникам начал смотреть. Да нормально, в принципе, чё, минуты ещё целы. Больше гарантий того, что никто не будет сидеть, да, по кустам? Таким перейдь с оптикой. Вот эти товарищи. Отдыхающие. Вот и всё. Я домой. Отлично. Квесты готовы. Ну, чуть подольше рейд получился, чем предыдущий. Чуть дальше заспаунился, чуть дольше пожил в рейде. Ну, а так, в принципе, то же самое по времени. Значит, для миротворца путёвка в санаторий, часть пятая, закрываем, так как нашли и вынесли ключ от закрытых помещений санатория. Выдаёт теперь путёвка в санаторий, часть шестая. Здесь только доллары передать. Это не вопрос. Мы можем это сразу же сделать, и как доллары у меня имеются, оказывается. И путёвка в санаторий, шестая часть, завершён. И путёвка в санаторий, часть седьмая. Здесь необходимо просто передать предметы. Конкретно шприцы с морфием, четыре штуки. Так, щёлочи у меня нет ни одной. Гофрированных шлангов нет ни одного. Баллоны, пропана у меня имеются. Два штуки, их тоже сюда. Вжух, передаём. Ну и лыжнику, ленд-лист, часть первая. Передаю последний предмет. Большой квест на нескольких локациях. И в трудонаступных местах мы закрываем. Куча опыта даётся. Тут же миротворец выдаёт мне ленд-лист, часть вторая. Здесь тоже нужно передавать предметы. У меня их нет, и варить я их пока не могу. Потому что нужно устанавливать разведцентр третьего уровня. Короче, это висяк получается квест. Пока, по крайней мере. Ну чё, давай-ка за Дниково прогуляемся. Пойдём на развязку. Пойду в дневное время и пойду посмотрю. Короче, щёлочи мне надо. Два шланга гофрированных. Но это можем сварить не в приоритете. Надо постараться щёлочи найти. Попробую заглянуть в Олли и складские помещения. Вот эти длинные взлётки, да, которые за торговым центром сзади. Складская. Поглядим, там щёлочи поищем. Так, братюня, чё имеешь? Джинджи, говорит, имею. Сайрос, кэс на трассерах. Нормально, нормально. Так, значит, нам надо... Капец, так нафиг ты меня сюда вообще заспавнила-то. Игруля, 27 минут. Тут ещё чувака, все живые ходят. Педать. Ладно, мне надо более. Хотя можно было бы через левую сторону, да? Эти складские, эти самые. Не помню, здесь щёлочь можно найти? Нет, ну тут опасян. Тут эту библиотеку, ой, как её? Аптеку могут пасти. Чё выки. И теклайт этот. Ладно, чё, это ж дикий. Ничего страшного. Только вот у меня рюкзака нет, вот это да. Так, чисто щёлочь нужна. Чё за хрень? Газонализаторы. Ну, естественно. Когда вы мне не нужны, вы же будете тут лежать. Красивые. Счастливые. Лампы накаливания и прочие прелести. Вообще, в Оле очень хорошие шансы найти эту щёлочь. Поэтому имеет смысл сразу же сюда пойти. Процессор. Высиди новый. А чё так много времени на развязку дали? Я чуть не понял. Что за раздача щедрости? Давай я, наверное, ещё здесь посмотрю. В Расмусоне. Нет, похоже, тут тишина нет. Никакой щёлочи. О, подожди. Это же кулер лежит, да? Тройник. Ладно. Как слон, конечно, посудной лавки топает. Ну, ходи, чё-то там. Крадучись. Нет, нафиг времени. Как раз два места для щёлочи, да? Ну, если шланги найдём, тоже найдётся местечко, я думаю. Диких не слышно на кассах. Не очень хорошо. О, кто-то базарит вроде. На МЧС чё-то бабахнуло. Так, значит, по полкам. Высматриваем щёлочь. Вижу, пока пропану только. Так. Так, видеокарту две мне, пожалуйста. Спасибо. Конденсаторы. Не то пальто. Да, без мешка. Дикий. Что-то как-то не аллё. Вон лежит туловище какое-то. Может, у него рюкзачок какой-нибудь херойенький будет. О, ништяк. Эти шапки сейчас стоят нормально. Подарчик на хпшках. Всё, я готов впитывать щёлочь. Чё-то слышу. Какой-то шорох, что ли. Это чё за хрень? Свои подъехали. Нормально, нормально. Щёлочь вообще, она стоит копейки, на самом деле. Её даже если её увидят, вряд ли забирать будут. Чё-то, походу, пока нету. Электродрыгатели. Трубки сильные. Трубки сильные. Ну, это реет электродрыгатели. Смотри, уже третий нашёл. Чё пощёлочь-то? Блин, днём тут темнее, отвечаю, чем ночью. На этих полках. Порожняк, пощёлочь. Порожняк. Силиконовые трубки. Ну, давай тогда по складской, что ли, в зоне прошуршим. Времени, в принципе, предостаточно. Где-нибудь да найдём, я думаю. Ну, у меня расчёт был конкретно на Оле, честно говоря. Так вот, на полках где-то валяться рандомно может. Ну, вон, смотри, силиконовых трубок, дохренища. Вот бывают такие рейды, где... Да не бывают, а все почти рейды. Разделены так, что каких-то предметов прям много спавнится. Это третий-то электродрыгатель и эти самые силиконовые трубки. А бывает, что щёлочи там хоть... Завались её. Лутанули. Чистоган. Подли сюда. Дикие валяются. Домашние. Это кто? Какие-то такие. Так, чё говорите, в чёрных ящиках больше не спавнятся, что ли, эти МРЕ? Ой, искры. Точно, смотри. Лафа закончилась. Выходит. Это дикий. Скорее всего. Давай-давай-давай-давай, быстрее. Ну, если и тут тишина будет, то я тогда на этот пойду. Если выживу. На ТЭЦ. И так далее. Да, походу, этот самый дикарь тоже был. Уже вдоль полок что-то шуршит, что-то ищет. Да, ты чё? На Туре ни одной щалочи я не найду, что ли? Просто неудачный рейд. Я готов поспорить. Просто не щелочной рейд получается. Где ещё щёлочь можно... А, кстати, можно было бы и в идее посмотреть, да? Ну, ладно, мы в идее тогда на обратном пути пойдём, если щёлочь не найдём на ТЭЦ. Кусаки, ручная дрель, ножницы по металлу. Кусаки. Тут, может быть, на полках добро. Чё такое? Пассатижи. Рулетка, кувалда. Ну, щёлочи нет, к сожалению. Вроде же была у меня щёлочь. Как? Блин, как это? Вроде бы я когда находил щёлочи, я всегда брал с собой её. Нет, щёлочи ещё. Пока, по крайней мере. Ладно, давай тогда с ГЭС. С ТЭЦ. Разберёмся. Тоже же вероятность есть, что есть добро, да? Тут ещё сумочку глянем. Опачки. Выпаркаем 7.62, говорит. Пойдёт. Искра вода, ну давай, питомство. Дикому за счастье разведение тарелка каши. Паракорд. Паракорд. Ну, хотя я в сумках-то вряд ли бы его искал. Чё, по времени 12 минут имеем. Ну, нормально. А там ещё же один есть с инструментами, яшечек. Чё, красавчик. В инструментах же тоже бывает, щёлочь, да, попадается, если не ошибаюсь? Не зря же всё это. Hello? Тут кто-то есть, что ли? Всё хорошо. Саморезы. Шустрила. Щёлочь надо, щёлочь. Скачать она. Ну, естественно, куртки облутаны. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Щё к барыгам, кроти. Вот он по бабам. Так, вот тут, по-моему, можно будет ещё посмотреть, да? Нет, ни хрена. Понятно, понятно. Силовой кабель, электродрыгатели уже, которые нахожу. То, что мне надо, нет. Силовой кабель, электродрыгаты. Спасибо. тишина нет никакой тут щелочи не фартанула мне с шелочью 8 минут блин туда теперь и не сюда эти 8 минут ладно пойдем через идею все-таки прогуляемся в может быть даже успеем добежать бывает и такое вроде бы щелочь вроде бы никому не нужно но если ее нет на карте то где ты найдешь нигде так 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 тем временем уже 7 минут времени все меньше да чтоб тебя куда же мне это добро то складывать теперь вот это наверно скинем ну маленькая конечно есть еще надежда на офис на эти помещения за офисами которые и вдоль как бывает еще щелочь лежит но это в случае если рейд такой щелочной когда их добро так наспавнить щелочи ты фигня пацаны по цено и во наконец то нашел щелочь баночку Так, 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 так Так, 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 так Так, так, так Там мы викинем Че сразу сюда не пошел? Непонятно Ты знал, что она тут нередко спавнится Нет, никого нет Все, я вот тут щелочь нахожу И бегу домой волосы назад нашел то ядреный корень ну и хрен с ним пошли домой нет уже времени пять минут у меня до конца рейда надо добежать еще до края карты туда на ж.д. я думаю должен успеть пяти минут должно хватить там попутно еще эти тайники тоже есть фигня это все однако можно в принципе за чего к сейчас тоже на развязку запуститься есть у меня тут квесты на развязки несколько штук прям я думаю что рано или поздно я эту щелочь одну сто процентов найду не такой уж это и редкий предмет на самом то деле челочи не бывает все равно не будем обманывать себя вот тут глянем бам и щелочь да это я бы забрал пора домой ладушки поехали до дому хотя бы одну щелочь сейчас вынесем сдадим ну чего ты хорош а шланги наверное на варку просто поставлю хотя чё он там не горит же это все дело да куда торопиться я думаю спокойно вынесу из рейдов два шланга ну шланги пофиг я поставлю на варку а вот щелочь 1 запросто вынесу из рейда понятно понятно тут на мешках случайно нет челочи щелочь нет не имеется окей ну все не зря вышел одну штуку вынес уже хорошо уже профит какой никакой плюс сейчас продадим оставшийся лут чё деньгой разживемся немного вот и хорошо терапевт выдала квест физкультурник тридцатый уровень наверное из-за этого она мне выдала ну тут уже все выполнено достичь навыка здоровья десятый у меня уже десятый уровень халява ё-моё вот и денежка появилась миллиончик имеем значит можно попробовать этого сделать до оружейника следующего который там с креса мне нужно будет его делать сейчас давай разберемся попробуем все вектор готов к сдаче собрал я вектор вышел он примерно тысяч в сто десять без оружия оружие у меня уже было трофейное 1110 и общем потратил на все про все но это за счет того что у меня много чего открылось у торговцев на третьем уровне лояльности передаем крес механику и закрываем оружейник часть 11 зашибись награда у нас оружейник часть 12 здесь нам нужно сик mpx собирать и сик у меня сама пушка имеется можно попробовать ее тоже до в кучку собрать по сборке оружие у меня само было тут часть предметов мы можем купить за двадцать пять тысяч примерно у торговцев затем предложение торговцев убираем и докупаем 58 скелетон аннигилятор капец они дорогие аннигилятор и ластак самое дорогое короче не было до в продаже все галочка желтая имеется я думаю что можно попробовать сдать его по квесту ничего в принципе сложного нет все что нужно мне открыто все что не открыто доступно но правда за 50 там плюс тысяч ничего страшного зато квест закрываем да здорово мы можем передать mpx собранный нами и оружейник часть 12 квест мы спокойно закрываем теперь он выдает оружейник часть 13 здесь нужен нерсас ухты здесь даже гофрированные шланги выдают но елки я не могу сейчас ирсас нигде найти у меня не хватает там жетонов на бартер и в прямой продаже его пока нет ладно тогда пока откладываем этот квест я но сейчас точно повезет мне на щелочи давай еще разочек на развязку за дикаря с утра пораньше поехали одну щелочь всего вынести и все я целый квест закрою к следующему выпуску потому что еще надо шланги варить так-так-так зато у нас бам дуплет сразу поставим а теперь что у нас по времени выходит 24 минуты ладно я тогда в любом случае пойду сразу же воли посмотрим что в этом рейде у меня получится найти на кассах вдоль касс в общем там по стеллажам по всем этим местам пробуду прогуляюсь если там ничего не найду то вжух дальше пойду по складской зоне а если найду то вжух на выход туда сразу же за воли на мчс открывайте я пришел а ну чё нормально свои играют вроде вот эти темные углы как они меня пугают то что-то шкваркает там туда-сюда и скользит ну да ладно сейчас какой-нибудь килл а как выбежит поможем еще поровну кто я чё я он и чувака размотает и дикого любого 1 греха подальше сюда в эту сторону туда я отойду поищу здесь щелочь тут на полках она тоже во-во-во-во время я туда ушел так ну чё цель 1 щелочь и пару шлангов если под руку попадутся то это вообще будет тупо победа победа опять эти ой красота какая вот она вот она есть щелочь все можно домой идти я главное хотел что вынести так это щелочь так что ноги в руки так чё на по пути будет попадаться на глаза буду собирать и домой в сторону мчс ё-моё щелочь нашел вот я же говорю бывают рейды что хрен что найдешь а бывают рейды что зашел увидел забрал ушел вместо силиконовых трубок шланги бы лучше так спавнились ну да вообще шикардос на тут походу лутанули что пустые вообще эти стеллажи внизу пустота вот он красивый щелочь как положено все болтики тебе и гаечки и щелочь блин ну ладно ладно все забираю тарков ну хватит приболтал приболтал не ну это мы сейчас еще пару тайников тут глянем как ли духу найдем какой-нибудь да для 1 лид x 2 видеокарта как найду и все бейте дяденька мочи его сходил за щелочью голова глаза поймал ладно горе но синим пламенем я тогда заряжаю варку двух шлангов тут пару изолент сейчас докупим а одна есть вторая есть отлично 3 часа 20 минут и мы это сдадим по квесту ну а щелочь найду в следующем выпуске все денег хватило даже закупиться для тира третьего уровня время постройки 24 часа значит к следующему выпуску у нас будет максимальный тир ё-моё во ништяк деньжат хватило еще и на закуп предметов недостающих для генератора третьего уровня 16 часов и гена 3 у нас будет в убежище во вообще сказка смотри я еще и верстак третьего уровня могу себе поставить все предметы были кроме вот этой фаерклинт смазки оружейной до 11 часов и верстак третьего уровня у нас будет зашибись но вроде все раскидал чё хотел сделать на сегодня у меня все надеюсь выпуск вам понравился всем спасибо за просмотр за поддержку за пальцы вверх за ваши комментарии всем хорошего настроения приятной игры и до следующего выпуска до свидания спасибо за просмотр!